У человека эпоха не залита галечная руль, а затем мы рассматриваем, как оно совершалось, как развивалось. Во всех витринах это все подробно описано и с мозги, соответственно, вы можете увидеть. Также мы рассказываем о том, что человек с изобретением лука и стрел появляются новые провослы. Человек начинает охотиться, по цифре 2 у нас наконечники стрел, также занимается рыболовством активно, по цифре 1 наконечники гарпунные, они костяные. Интересный также момент, можно отметить то, что человек, изобретя керамику, вот таким оригинальным способом он ее изготавливал в технике налепо, реконструкция об этом нам говорит, когда жгутики 2-3 см толщиной налеплялись, получается, по кругу, в кумусообразную форму имел сосуд, все затем заглаживалось и на внешнюю часть научился рисунок. Существует несколько версий, для чего же этот рисунок, деды в основном говорят, что для красоты. Я извиняюсь, вот какой период у нас вот это вот? Орудие эпохи Мезолита, это примерно 7-5 век до нашей эры, я говорю, тысячелетие до нашей эры, здесь у нас 5-3 тысячелетие до нашей эры представлено. То есть уже люди жили у нас тут, на Среднем Урале, в те века? Да, да, да. То есть они образовывали поселение. Всемирно известный археологический памятник у нас, это Грубуновский торфянник, он примерно находится в 8 километрах от Нижнего Тагила, как ехать в поселок Уралец, вот на Белая гора, вот в ту сторону Весим. Раньше там узкоколейка была, туда? Была, 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 была. Я по ней даже ездила. Да вы что? Вот, всемирно известный археологический памятник, там были обнаружены находки, целая стоянка была обнаружена там, и находки дотелываются не третьим тысячелетом до нашей эры, то есть всем вот этим деревянам, да, фигуркам примерно 5 тысяч лет. А как же они сохранились, дерево же? Благодаря тому, что торф обладает такими консервирующими свойствами, эти фигурки сохранились в наши дни. Это ритуальные фигурки, мы увидели с вами заморфные фигурки лось, лосиха и водоплавающие птички. Все они имеют форму сосуда. Если мы с вами пойдем поближе и посмотрим вот, да, сверху, то мы увидим как бы такие углубления. А рисунков тут, надписей не видно? Здесь нет, не видно. Это идол, антропоморфный, да, человекообразный, он всегда был без ручек. Ножки вот такие вот, колышки, носик у него приподнятый вверх, да, глазница, то есть вот. Это ритуальные, такие вот интересные вещи были там найдены. А это черпачки-ложечки, да? Это сосуды. Они не сосуды? Они сосуды, они все, у них внутри вот есть углубления. Лебедь трубящий, уточка блог. Смотрите, лебедь вообще класс. Да, да. Интересные очень находки. Ну, это часть представленной у нас в экспозиции. Да, все время человек учится плавить. Так, а чаша это керамика? Это керамика, да. Смотрите тут на них, это рисуночки тут нанесены, интересно. Я задаю вопросы, когда на нас в экскурсии, у ребят нас спрашивают, как вы думаете, зачем наносили рисунок? Они все говорят для красоты. При этом есть версия, что древние люди были язычниками, и они наносили рисунок. Как оберег, как оберег, чтобы избежать попадания в пищу, попадания, да, в сосуд внутрь. И вот на чашечке тоже что-то написано. На чашечке тоже, да, совершенно. Есть вариант еще, что это письмо такое древнее. Может быть, таким образом они передавали информацию. Есть у нас профессор Чудинов в Москве. Он читает вот именно старинные румы, вот эти все письмена. Информацию, да, какую-то оттуда? Да, вот Кировградский этот идол, там он прочитал просто кучу. Да? В первом сечестве нашей эры человек научился плавить железо. В первом. Да. У нас недалеко тоже от Нижнего Тагила, на Лайском мысу. Мысу было обнаружено 11 плавильных печей, вот они. Примерно реконструкция, вот представленная на экскурсии, знаете, как воздуходумник. По времени это в первом тысяче. В первом тысяче нашей эры человек научился плавить железо из железной орды. Ну, первый металл, который он познал, была медь. Затем научился плавить бронзу, это плав медь и олова. А уже железо, это получается третья ступенька, да, вот в познании металлов различных человеком. Вот это тоже керамика, да, с рисунками? Это керамика, вот именно с этого Лайского мыса, тоже рисунки. Это где Лая там, да, что за мыс, я не знаю. Да, да, в районе Лая. Смотрите, вот тут крестики какие-то интересные. Очень, вообще, очень интересно. Вот чем дольше стоишь, разглядываешь, тем больше. Вот какие-то обереги, письмо какое-то. Возможно, да, может быть, даже какие-то словосочетания, да, вот они их наносили. Смотрят, точечки, по две точечки, кружочки, волна, но волна это обычно вода и совершалась. Классно. Хорошо. А это что за? Здесь у нас просто представлены археологические памятники в районе города Нижний Тагил. Около 150 памятников находятся на территории нашего края. А вот Лайский мыс, там мы, да, сейчас об этом Лайском мысе говорили? Да, совершенно верно, вот он. Синяя гора, Баранча, Сироновский Торфианик вот здесь. Все разные названия. Кружочками обозначены, да, у нас эпохи, находки, да, которым были найдены, вот принадлежали к этим вот эпохам. Шайтанское озеро, да, вот это уже там было, например, интересное место. Но это где Шайтанка? Нет, это не где Шайтанка, это у нас ближе, ближе к Тагилу, Шайтанка дальше. Хорошо, дальше пойдем. Про дыроватый камень сейчас я вам расскажу, я вернусь сюда. Реку Часовой знаете. Конечно, красота. Есть такая, она нас соединяет, да, с Казовскую, Пермскую область, Пермский край сейчас. Вот, есть такой камень дыроватый на реке Часовой, там где река такой вот изгиб мощный делает. Ну, типа скала, да? Да, скала скалолазов, называется камень дыроватый, примерно на 11 метров в высоту. И вот на такой высоте... Дыроватый? На этой высоте камень, да, дыроватый. Дыроватый, а, ну понятно, с дырочками. И вот на вот этой огромной высоте находится такая пещера, в которой группа археологов были обнаружены вот наконечники стрел, костяные, каменные, железные. И по одной из легенд охотники, древние проплывающие по воде мимо вот этого дыроватого камня, должны были бы стрелить туда и попасть обязательно. И попадание сулило им удачную охоту. А датировка какая вот у этих наконечников? Датировка, ну вот, седьмое тысячелетие до нашей эры. Седьмое, первое, то есть это тоже, да. Но при этом железные, да, мы можем сказать, что это уже первое тысячелетие до нашей эры. А, уже железные, да? Ну вот костяные, каменные есть у нас, вот они первые, вот это тоже кость. И железные. Ну тут кость дальше идет. А это здесь у нас представлена небольшая экспозиция камнерезные искусства манси, их обереги бронзовые, которые они изготавливали. У манси бронза, откуда у них бронза? У манси откуда бронза? Ну они же узнали, как плавить медь. И выменивали. Бронза, это медь и олова. Также вот вклад бронзовых фигурок тоже у нас, на стоянии нашей коллекции тоже. Это тоже манси? Это тоже, да, принадлежало манси. Здесь у нас, как вы думаете, кто здесь представлен, что за зверь? Зверек или может быть? Василиск, вот этот, по центру. А еще? Ну или дракончик, скажем так. Здесь ящерицы и бобры. Ящерицы, а где бобры? Это все бобры, вот смотрите. Бобры? Вот эти вот хвосты широченные у бобров же такие. А пасть, смотрите. Не боберья? Ну вот так вот, ну у них же зубы, да? То есть, ну вот они так вот их себе представляли. Ну я бы сказала, что это змей Горыныч. Больше похоже, да, на дракона, совершенно верно. А знаете, я со стороны сначала подумала, что это дерево. Калочки. Корни, стебель, а там ветки. А потом поняла, что тут пасть, оказывается, присутствует. Ну они же в формах отливали, то есть вот как они изготавливали формы. А вот, смотрите, какой интересный. Ну что-то я не знаю, как он, похож, не похож. Ну что, на ящерицу не похож. Огромный хвост какой-то у них. Ну как у бобров же хвост такой лопасть, ну такая, да? Ну вот тут да, да. А тут-то даже хвосты не похожи на бобров. Ну интересно очень. Это бронза. Это бронза, да, совершенно верно. Хорошо. Коренное население нашего края – это народ манси. Они относятся к финно-угорской языковой группе. Русские называли манси-вагулами. У нас даже есть улица Вагульска. Да, да, да. Да, где находились вагульские кузницы у нас. Вот сюда, повернув за угол, мы с вами попадаем на реконструкцию медвежьего праздника. Медведь был в манси священным животным. Они его считали сыном верховного бога Нумиторума. При этом раз в год запрет снимался и разрешалось медведя убивать. Шкуру медведя торжественно вносили в жилище, расстилали на полу, сверху покрывали красивым расшитым одеялом. И начинался вечером под звуки струнного инструмента Сангельтапа начинался праздник медвежий, который длился 5 дней, если была убита медведь, 4 дня, если была убита медведица, и 2-3 дня, если был убит маленький медвежонок. По стенам жилища развешали одеяло, вот такие вот расшитые, с изображением еще одного божества. Его звали Мирсусныхум, в переводе он на русский язык, означает «за миром наблюдающий человек». Манси представляли его божеством, летящим по небу на шестикрылом всаднике, и сверху он наблюдает и защищает их от всех неприятностей, болезней, невзгод и напастей. Мужчины, участвующие в празднике, одевали традиционную одежду малецу, это вот такое вот одеяние с капюшоном и рукавицей, и были в традиционных... Это олени или что за шкура? Шкура оленя, да, она получается сшита внутрь, вот этой вот ворсистой частью. Да, и традиционно их обувь – это унты. Ну это все олени, унты и варежки, и шапочка. Лицо они покрывали берестяной маской. Для чего? Для того, чтобы медведь не смог увидеть тех людей, тех охотников, которые его убили и сейчас начали... Чтобы не было возмездия. Да, а медведю они нос и глаза тоже зашивали берестяными крыжочками, чтобы медведь не смог и не увидеть, и не почувствовать запах. Вот такое было поверение. Мы боялись. Да, медведю преподносили в дар, вот. Это фигурки оленей, вылепленных из теста. Манси занимались охотой. У нас вот есть такой лук интересный и стрела с различными наконечниками, потому что охотились они на разных зверей. И каждому зверю предносилась своя стрела. В более северных районах манси занимались оленеводством. Есть у нас вот здесь вот такая вот сань, да, и их нарты, и шкура оленей. Сейчас в Манси, к сожалению, их очень мало. Они живут у нас в районе Евгелия. Это северство Свердловской области. И довольно-таки их сейчас мало, около 10 тысяч. Дальше мы рассказываем о том, что заселение русскими в территории Урала началось примерно в XI веке. При этом мирное заселение началось после похода казацкого матомана Ермака Тимофеевича. В 1582 году он сплавился по рекам Урала и Сибири, завоевав столицу сибирского ханства в город Искер. Здесь вот у нас такая вот карта, город Искер. На своем пути Ермак делал несколько остановок, в том числе и недалеко от Нижнего Тагила. Помните, нет, у нас есть такая гора, Медведь Камень называется. Конечно. На берегу противоположного реки, где тоже река делает изгиб, Ермак останавливался. При роскопе Ермакова городища были обнаружены вот такие вот находки. Подковки для сапог, пули, наконечники стрел, фрагменты вот керамики того времени. Мы это все видели. И форма для летнего пули, например, тоже была. Это железо уже? Да, да. 1582 год. Ермакова городища. Есть вот реконструкция сражения. Представлено у нас снаряжение древнерусского война. Это кольчуга. И предметы, холодное оружие. Это рогачина, топор, который назывался бердыш. Как вот из фильма Иван Васильевич меняет профессию. Знаете, да? Так, это скульптура кого? Ну, вот так вот у нас скульптор Азабелла, да, изобразил Ермака, что он был богатырский сражен. Да, 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 что это был, да, не маленький, то есть он был таким прям богатырем-богатырем. Он погиб в одном из сражений, по одной из легенд. У него была тяжеленная кольчуга, которая его и на дно туда увела. То есть утонул он, получается? Утонул, да, да. Он, наверное, ранен был. Возможно, возможно. Итак, мы сказали, я сказала о том, что русские начинают заселять территорию Урала. В 1596 году артемии Бабиным была построена дорога из Саликамска до Верховья-Фиркетуры. И именно в этом месте, на реке Туре, был построен город Верхотурья. Перед нами Верхотурский кремль, его схема. И в то время этот город стал экономическим, административным, таможенным, политическим центром Урала того времени. Село Урала или только среднего? Ну, Урал того времени. То есть какие здесь были города, какие образовывались поселения Верхотурья. В то время был столицей. Русские селились по берегам рек, на территориях, пригодных для земледелия. Селились они поселениями небольшими, в центре которых находились подобные остроги. Например, вот это вот острог Краснопольский острог. Краснопольская была слобода поселения, Краснопольский острог. В центре у нас что? В центре у нас церковь, да, какие-то хозяйственные постройки, обязательно кладбище. Где кладбище? Вот-вот-вот. Где крестики, да? Крестики, да. Острог вы знаете, наверное, из истории, что это укрепленное место, куда могли люди прибежать, спрятаться, если на случай какой-то внешней угрозы. Вот такой у нас интересный макет. Пришедшие русские на Урал приносят с собой свои традиционные занятия, например, это сельское хозяйство. Они выращивали проса, ячмень, рожь, овес. Вот такие вот культуры. Для сбора урожая по цифре 1 они использовали вот такую косу-горбушу, а по цифре 2 для обмола зерна использовали вот такой цеп. Цеп это где, вот наверху? Цеп под цифрой 2. То есть вот такая вот палка, привязанная на... А это молотилка типа? Ну да, да. Для обмола зерна они использовали цеп, совершенно верно. Так, а это вот коса такая короткая была? Это называется коса-горбуша. Короткая такая была. Интересно. Ну как вот у нас серпы, да, больше мы понимаем, что серп. А это большой серп, да. Это получается вот, да. Ну вот так вот. А это что за столбик? Это с какого-то, насколько помню, завода что-то какая-то построила. Это дерево, да? Да, да, да. Это не лиственница? Ну, я думаю, что лиственница. Я могу даже вам сказать честно. А вот, да, деревянный стол под строение Долматовского завода. Это как раз следующее, что я хотела сказать, что в это время для нужд строительства сельского хозяйства на Урале строятся первые заводы. Но заводы мне их еще нельзя назвать. Это, скорее всего, небольшие кузницы. Первые, да, из деревьев, которые мы можем увидеть, что они делали подковы, да, какие-то гвозди, ножи, вот, например, пряжка, да, для ремня, скорее всего. А Ниццинский завод был построен на реке Ницца, вот перед нами план его. Слушайте, Ницца прям так и называется, да? Да, река Ницца. При Долматовом монастыре был построен Долматовский железоделательный завод, на котором работали монастырские крестьяне. И в Мурзинской Слободе был... А датировка какая у этого завода? 1631-39 года. То есть уже плавили железо? Да, но это были, как я говорила, небольшие кузницы, скорее всего. Не то, что заводы, как мы себе представляем, или какая-то мануфактура такая сложная. Ну, вот такие вот небольшие. И в Мурзинской Слободе первый частный завод у нас работал. Братьев Тумышовых. Это владельцы были, да? Да, да, да. И один из браевчей, Дмитрий Тумышов, он интересовался минералами и камнями. Перед нами вот коллекция минералов, которые он обнаружил в Мурзинской Слободе. Аметист, горный хрусталь, мы видим малахит, письменный гранит под цифрой 8. Оригинальный учениками письменный гранит. То есть он такой природный, да? Так создан рисунок, ощущение, что как будто кто-то что-то написал. Так, а вот это что за письма? Продолжим? Да. Книги были печатные, рукописные. У нас вот копия рукописной книги. И чтобы написать книгу, мастеру ходило от 5 до 7 лет. Чтобы писать одну книгу. В это же время, в 17 веке, наш... Это был автор или просто переписчик 5-7 лет? Вот, хороший вопрос задали. Хороший вопрос. Ну, может быть, он и переписал. О, слушайте, какие тут вообще старинные. Да, тут такие оклады, да, у них кожные. Ну, это явно второверческие. И книжный блок зафиксирован. Здесь вот эти все книги, эти книжные блоки зафиксированы застежками. То есть застежки есть. Да, на всех, все металлические застежки. Да, тут древнейшие книжки. Святой у нас появляется. Сейчас я это еще раз продублирую. Вот это вообще классно. В огне темно писать пора. С керцем уж не отожжет звучит. Душам другие найдены ключи. Слушать запетых песен не в попад. Миксы и чувства, будто бы попал в миксер. Скажи, дружище, но зачем чужды мир, Где в скопленье мелочи нужды. Их по-хорошему забыть. Двери закрыть, засовами забить. Зверю, чтоб не проникнуть, а пройти. Мимо, да облик наш не превратить. В мимо, да чтоб не растерять родных. Кущи словесных образов на них. Сущий когда-то этот мир творил. Знамя послед Мефодий да Кирилл. Знамя свое воздвигнули на той. Славя, что стала позже правотой. Славной, да православной от луки. Стольной, да так лукавящей с руки. Волено, но по веленью почему? Батство отдать готово за черву. Царство им веря, что вы велики. Строим, преграды дохлые для реки. Строим, все ходим, ходим на поклон. Мира, но все точится из икон. Мира. Тьма за окном во мне игра. Звуков дорога, радуга, гора. В муках припомнишь нынче, может быть, Корни задернул, от которых быт. Шторы, лишая нас за пятью пять, Смысла и белый лист спешат опять. Мысли, что, мол, пора направое идти, с левой. Вот только помни, без корней не жить, И не цвести древу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин